Всем привет! А не пора ли начать разбирать фонд SCP сам по себе? Много ли мы знаем о фонде особых условий содержания? Мы знаем, что фонд управляется с советом О5, который решает самые важные вопросы. Также в фонде есть администратор, он же основатель, который обладает большим влиянием, но о самом этом человеке неизвестно практически ничего. Есть множество МОК, которые выполняют различные задачи по захвату и содержанию аномалий, но есть сам по себе фонд SCP, тот самый, что строит огромные зоны содержания, держит аномальные объекты в них, изучает все эти непонятные штуки, и он сам по себе состоит из множества частей. Внимательно читая файлы объектов SCP можно заметить, что в них часто встречается такая вещь, как комитет по этике. На первый взгляд он не выглядит особенно значимым, ведь все, что он делает, это следит, чтобы фонд SCP не проявлял излишней жестокости и решает для фонда знаменитую проблему трамвая, где если ничего не делать, трамвай раздавит пятерых, а если нажать на кнопку, то всего одного. Хотя иногда кажется, что фонд SCP принимает обратное решение. В смысле, когда трамвай едет к одному, фонд взрывает ядерную бомбу в нем посреди города. Вот, казалось бы, и все. Решать, когда стоит жертвовать одними ради других, а когда не стоит. Но первая странность, которая бросается в глаза, это то, что комитет по этике независим от остального фонда, и фонд никак не может влиять на его работу. Возможно, это просто реализация принципа разделения властей, ведь почти во всех развитых современных государствах власть разделена на независимые ветви. И если смотреть на фонд SCP как на отдельное государство, то вроде все логично. Совет О5 это законодатель, администратор это исполнитель. Тогда получается, что комитет по этике это что-то вроде суда. Вот только фонд это не государство. Да и большинство людей, работающих в фонде, вообще ничего не слышали о комитете по этике. А те, кто что-то слышал, думают, что когда говорят, что кого-то туда перевели, его просто убили, потому что он слишком много знал. Но в комитете по этике внезапно работают живые люди, без лишних дырок в голове. И когда они туда только попадают и понимают, что их даже не застрелили, они получают письмо. В бумаге, которую они получают, написано, что теперь на них лежит великая моральная миссия. А комитет по этике это не хрен собачий, а не иначе, как тайная власть в SCP. Первые упоминания комитета появляются во второй тысяче объектов. Суть чаще всего в том, что на особо жестокие эксперименты нужно разрешение этой части фонда. И комитет отказывает в таких экспериментах довольно часто. Например, в документах по SCP-1676, который представляет собой автомобиль, создающий точные копии разбившихся в авариях людей. Ученые фонды хотели использовать создаваемых объектом людей в качестве D-класса. Но комитет по этике запретил так делать, ведь они не совершали никаких страшных преступлений против общества, потому их нельзя использовать в качестве расходного материала. В итоге созданные SCP-1676 люди просто живут на базах фонда, почти обычной жизнью, только что за забор не пускают. В одном из объектов комитетом был запрещен даже жестокий эксперимент с пингвинами. Так что пингвини жизни важны. Кроме того, в том случае, когда фонд понимает, что для содержания объекта нужны человеческие жертвы, именно комитет по этике разрабатывает условия содержания. Подкладывает, так сказать, нужное количество людей под трамвай. Но кто же главнее? О5 или комитет? В объекте SCP-2241 между ними возник спор. С одной стороны, SCP-2241 это живой человек, который психологически находится на грани. С другой стороны, эксперименты с ним могут быть полезны. И в этой истории решение О5 оказалось весомее. Подобное происходит и в некоторых других объектах. А в SCP-2441 совет О5 вообще отклонил решение комитета по этике. То есть в плане принятия решения О5 все-таки главнее. Но комитет по этике при этом делает кое-какие свои тайные дела. Люди комитета внедрены во все части фонда SCP и постоянно сообщают в комитет обо всем, что происходит. Таким образом, комитет знает о самой организации больше, чем кто-либо другой. Возможно, даже больше, чем совет О5. Комитет буквально вербует людей внутри SCP. То есть создает секретную организацию внутри секретной организации. Тем более, как я уже говорил в другом видео, комитет по этике содержит как минимум одну собственную аномалию, при помощи которой он создает детей. А вернее, существ напоминающих детей для экспериментов, где они нужны. В общем, комитет по этике — это внутренняя служба SCP, которая довольно независима и имеет свои мрачные тайны, при этом все же подчиняется совету О5, когда это нужно. Однако в том мире, где правильным SCP-001 является объект «Мертвые люди», комитет по этике просто заменил совет О5, когда тот, по мнению комитета, вышел за рамки дозволенного. Так что, кто знает, какой власть обладает эта часть фонда на самом-то деле. Другая важная часть фонда, которая также часто упоминается, это Multi-V или Multi-U по-английски. Конечно же, в огромной мультивселенной SCP, где перемещение между мирами — это часть обычной ежедневной жизни, должны быть люди, которые такими вещами заведуют. Отдел фонда под названием Multi-V общается с фондами из всех других миров, благодаря чему появился мультивселенный альянс фондов SCP. Так что с какого-то момента фонды из всех миров начали сливаться в одну организацию. И вот уже из объекта SCP-4799, по сюжету которого фонд поймал группу бродячих между мирами торговцев, продающих различные диковины, мы узнаем, что даже эти ушлые ребята знают SCP не как отдельную организацию в отдельном мире, а именно как мультивселенный альянс, начал сливаться в единую базу данных и список SCP-объектов. Кстати, начало этого объекта описано в SCP-2242 — технические неполадки, где необъяснимым образом внутренние сети фонда начали срастаться с сетями фонда из соседнего параллельного мира. Многие последующие объекты добавлялись в основную базу данных из других миров, например, из того же мира конца смерти. Фонд пытается как-то упорядочить этот процесс и создает мультивселенную контрольную панель, которая показана в объекте SCP-3493, через которую доступны вариации этого объекта сразу в нескольких мирах. И, конечно, главное достижение мультивэ — это строительство мультивселенной транзитной матрицы, портала, построенного в зоне 87, при помощи которого можно переместиться практически в любой мир. Обладание такой штукой, ну, при помощи которой можно легко переместиться в один из многих миллионов миров, делает мультивэ определенно очень важной штукой, а также снимает все вопросы по поводу того, откуда же фонд берет все те огромные ресурсы, которыми пользуются. Еще одна важная часть фонда — это отдел по применению искусственного интеллекта, или ОПИИ. Фонд SCP активно использует искусственный интеллект. Он применяется для поиска аномальных явлений. Кроме того, многие из содержащихся объектов сами по себе связаны с той или иной формой искусственного интеллекта. А еще в мире SCP много организаций, создающих аномальные объекты с искусственным интеллектом. Это и Андерсон Работикс. Это и та ветка церкви разбитого бога, что зовется максвелитами. Да и та же фабрика по одной из версий является искусственным интеллектом. В тесной связи с ОПИИ был создан МОК КАПП-10, состоящий из хакеров и различных виртуальных сущностей, которые пытаются проникнуть в сети тех же максвелитов. Впрочем, это МОК не только сидит в виртуальной реальности, но и проводит вполне себе боевые операции. Например, они устроили нападение на аукцион МКИД, в ходе чего взломали систему безопасности и без труда забрали находившийся там предмет. То, что они там смогли захватить, представляло особый интерес для отдела, потому что это был жесткий диск, к которому была привязана программа, способная преобразовать обычный искусственный интеллект в полноценную личность, наделить его душой. С этого момента дела ОПИИ пошли явно в гору, потому что создаваемые ими программы стали отличаться особой эффективностью. Но не всегда все проходило гладко. К примеру, ОПИИ написал бота под названием Headbot или Шлепобот, который проявил некоторые неожиданные свойства, и его пришлось начать содержать в качестве SCP-объекта SCP-2522. Шлепобот был создан для эффективного общения с разными компьютерными SCP-объектами, которых у фонда накопилось немало. Однако, когда он обрел личности сознания, а также пообщавшись со множеством машин, которые содержат фонд, Шлепобот решил, что SCP это зло, и стал крайне враждебен к организации. Он устроил целую войну против фонда, задействовав в ней уже упомянутых максвелитов, да и просто разных роботов. Для борьбы с бунтующим Шлепоботом была создана отдельная МОК боевых хакеров К-10 Скайнет, которая, впрочем, занимается не только этим, но и вообще ловит разных роботов и всех на них похожих. Однако, набравшись опыта, OPI все же удалось создать несколько лояльных SCP-виртуальных личностей, приключения которых описываются в отдельном хабе. В общем, кто-то же должен ловить и доставлять в архивы фонда всякие файлы смерти и прочие подобные штуки. Но главное в фонде SCP это, конечно же, его бесконечная бюрократия, и ей занимается отдельная служба, администрация по архивной информационной безопасности OPI. Несмотря на то, что у OPI нет своего отдельного хаба, так же, как и нет запутанной и сложной истории, именно OPI делает фонд SCP тем, чем он является, а именно большим каталогом аномальных объектов, ради пополнения которого и строятся подземные базы для хранения всего найденного, набираются бойцы МОК, проводятся исследования. В общем, происходит всё, что происходит в организации под названием SCP. Всем пока!